Здравствуйте, уважаемые магистранты! Сегодня у нас практическое занятие номер 3. В ходе сцепления термодинамическое моделирование физико-химических процессов металлургии. Лектор и доктор физических наук профессор кафедры нанотехнологии металлургии Макашева Астромольд Руковна. Практическое занятие 3. Термодинамическое моделирование равновесных систем при заданных значениях температуры и давления. Цель практического занятия освоить термодинамическое моделирование равновесных систем при заданных значениях температуры и давления. Для занятия необходимый мискалькулятор и рекомендуемую литературу со справочными данными. План практического занятия. 1. Алгоритм расчета равновесного состава термодинамических систем при заданных значениях температуры и давления 2. Примеры решения задач 3. Контрольные задания для самостоятельной работы температуры Здесь приведен список основной и дополнительной литературы, которые вы можете использовать для решения задач Также вы можете использовать дополнительную литературу из интернет-источников и справочники по термодинамическим свойствам индивидуальных веществ 2. Алгоритм расчета равновесного состава термодинамических систем при заданных значениях температуры и давления Во многих случаях равновесное состояние характеризуется заданными значениями температуры и давления 3. Температуры и объемы Это естественные параметры, наиболее просто поддаются регулированию и измерению Поэтому именно алгоритм расчета равновесного состава в изобарно-изотермических условиях заслуживает рассмотрения в первую очередь Одновременно будет рассмотрен вклад задач, для решения которых необходимо иметь возможность расчета равновесного состава и при отсутствии газовой фазы Такого рода задачи часто возникают при анализе метворотических процессов При этом основной проблемой расчета является определение фазового состава термодинамической системы Другая проблема связана с тем, что давление, заданное в качестве параметра, определяющего равновесие по термодинамическим причинам, не всегда может быть достигнуто в системе Причем это обстоятельство до проведения расчета также является в общем случае неизвестным Например, в системе, образованной магнии О, в соотношении 1 к 1 При температуре 1000 К давление 0,1 мегапаскаль не может быть создано только продуктами диссоциации оксида марганца Поскольку суммарное давление паров над конденсированной фазой в этих условиях составляет примерно 1,7 на 10 в минус 11 степени мегапаскаль Аналогичные проблемы могут возникнуть и при термодинамическом анализе СВС-процесса В ряде случаев конденсированные растворы, присутствующие в системе, следует рассматривать как неидеальные И в этом случае необходимо иметь возможность использовать в расчете коэффициент активности компонентов раствора в заданной виде произвольных функций температуру, состава и т.д. Предлагаемый ниже алгоритм позволяет решить указанные проблемы Для удобства изложения будем подразумевать в данном разделе, что μ и t это безразмерное значение стандартного химического потенциала На слайде оно приведено в самом первом уравнении Будем считать, что поведение газовой фазы описывается уравнением состояния идеального газа Что термодинамическая система может содержать для два конденсированных раствора и произвольное число отдельных конденсированных фаз Используя соотношение первого уравнения и учитывая соображения изложенные выше Запишем систему уравнений и неравенств, которые устанавливают связи между параметрами равновесного состояния и химическим составом рассматриваемся термодинамической системы в следующем виде На слайде они приведены в качестве уравнения 1-8 Здесь показаны все необходимые уравнения Напомним, что знак равенства в уравнениях 1-4 имеет место, если соответствующая фаза присутствует в равновесной системе или находится на грани появления В противном случае справедливо неравенство Из соотношений 1-3-4 следует, что эти уравнения можно преобразовать в качестве неравенств Здесь они показаны в виде формул 9-10-11 Поскольку для веществ, входящих в состав фаз, которые присутствуют в системе, имеет место знак равенства Вместо уравнения 8 запишем уравнения 12 На слайде представлено вот в таком виде А соотношение 5-7 предыдущего слайда представим в виде уравнений 13-14-15 Неравенство 2 запишем в виде аналогичным выражением 13-15 в форме 16 Для потенциала исследователи, авторы нескольких монографий показали, что по физическому смыслу неопределенные множители лагранша Эквивалентны химическим потенциалам соответствующих элементов Далее, другими исследователями также было показано, что для конденсированных веществ Соотношение для потенциала Можно найти выражение, входящее в состав равенства И это выражение равно активности вещества И Для соотношения 1 для газовой фазы можно представить в виде уравнений 17 На слайде Где проитое у нас парциальное давление этого газа Следовательно, если газовая фаза присутствует в системе, то есть суммарное давление паров Не меньше заданного давления Таким образом, выражение 13 будет иметь равенство в форме уравнения 18 на антенциал Если же заданное давление не может быть создано, поскольку сумма давления насыщенных паров вещества меньше давления П То справедливо неравенство на слайде под номером 19 Соотношение уравнений 12-16 образует замкнутую систему относительно неизвестных величин Поиск решения осуществляется итерационно методом метона Рапсона Причем в процессе вычисления определяется как фазовый, так и химический состав термодинамической системы Анализ фазового состава системы производится с использованием модели больших молекул В соответствии с которой выражение 16 для однокомпонентных фаз можно представить в следующем виде Вот это уравнение между уравнением 19 и 20 Где А представляет собой некоторое большое число Или же его можно представить в следующем виде под номером 20 И здесь видно, что если А будет стремиться к бесконечности То уравнение 20 эквивалентно будет соотношению уравнения 16 В самом деле, если итое конденсированное вещество присутствует в системе То в соотношении 2 имеет место знак равенства В противном случае экспоненты Х и Д будут стремиться к нулю Вот это экспоненты будут стремиться к нулю Таким образом, в обоих случаях выполняется равенство уравнения 16 Аналогичный подход применяется и для конденсированных растворов Вместо соотношений 14-15 в расчете используются их аналоги вида уравнений 21 и 22 В процессе решения системы уравнений 12, 13, 20, 21 и 22 Может оказаться, что суммарное давление насыщенных паров меньше заданного давления В В этом случае можно использовать тот же прием, что и для конденсированных веществ Запишем уравнение 13 в виде аналогичного 21 и 22 в виде уравнения 23 Если газовая фаза присутствует в системе, то выполняется соотношение 18 Иначе сумма экспоненты ZG будет стремиться к нулю Вложенный выше алгоритм расчета равновесного состава термодинамических систем Может быть использован и в том случае, когда состояние термодинамической системы определяется значениями термодинамических параметров, отличных от температуры и давления В этом случае задача сводится к определению корней соответствующих нелинейных уравнений Следующего вида Два уравнения приведены вот эти два ниже Где X1 и X2 это заданные значения первого и второго параметра Это парциальные мольные значения соответствующих квадраметров вещества I Как функции температуры, давления и состава термодинамической системы То есть необходимо найти температуру, давление и равновесный состав термодинамической системы Которые удовлетворяют заданным значениям термодинамических параметров Примеры решения задачи Задача 1 В закрытом сосуде заключен газ при разрежении 50 мм рт. ст. И температуре 70 градусов по Цельсию Показание барометра 760 мм рт. ст. До какой температуры нужно охладить газ, чтобы разрешение стало равным 100 мл рт. ст. Так как процесс происходит при постоянном объеме, то согласно формуле закона Шарля П2 к П1 равно Т2 к Т1 В отношении получаем, подставляя значения, которые заданы в условиях задачи И находим Т2, которое равно 318,8 К, либо 45,8 градусов по Цельсию Ответ 45 до 45,8 градусов по Цельсию Задача номер 2 В закрытом сосуде емкостью 0,6 мм рт. содержится воздух при давлении 5 бар и температуре 20 градусов по Цельсию В результате охлаждения сосуда воздух, содержащийся в нем, теряет 105 кДж Принимая теплоемкость воздуха постоянной, определить, какое давление и какая температура устанавливается после этого в сосуде Решение Пользуясь уравнением состояния, определяем массу воздуха в сосуде Которая равна, согласно уравнению, 3,57 кг Количество тепла, отводимого от воздуха при постоянном объеме, определяется уравнением через нахождение теплоемкости Теплоемкость определим по уравнению, которая равна 717,5 джоуль кг на кельде Теперь определим конечную температуру из этого уравнения И она будет равна минус 20,7 градусов по Цельсию Исходя из соотношения параметров в изохорном процессе Мы имеем, что значение давления П2 равно 4,3 бар Таким образом, наш ответ П2 давление равна 4,3 бар Температура устанавливается минус 20,7 градусов по Цельсию Задача номер 3 Сосуд емкостью 90 литров содержит воздух при давлении 8 бар и температуре 30 градусов по Цельсию Определить количество тепла, которое необходимо сообщить воздуху, чтобы повысить его давление при постоянном объеме до 16 бар Принять зависимость теплоемкости от температуры нелинейной Решение и соотношение параметров изохорного процесса Получаем температуру, которая равна 606 кельвинов или 333 градусов по Цельсию Пользуясь данным приложения П справочника 3, который приведен выше в списке дополнительной литературы Находим теплоемкость Первая и вторая имеют следующее значение Масса воздуха, находящегося в резервуаре, определяется из уравнения клапирона И равна 0,8278 кг Количество тепла, которое необходимо сообщить воздуху, определяется из известного уравнения И равна 184,8 кг Поэтому ответ равен Количество тепла, которое необходимо сообщить воздуху, чтобы повысить его давление до 16 бар Равно 184,8 кг Контрольные задания для самостоятельной работы докторанта Вам необходимо решить задачи в письменном виде и выслуги Для проверки Задача 1, 2, 3, 4, 5 на этом слайде И здесь задача 6, 7, 8, 9, 10 Спасибо за внимание На этом практическое занятие номер 3 закончено Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...